Всем доброе утро! Наконец-то мы добрались. Как я и думал, это не микроречка, это скорее такая малая река. Спокойное течение, коряжники. Но это здесь. А чем выше мы будем подниматься, тем она будет становиться меньше, более быстрой и такого именно типажа, какой нравится мне. То есть при ямке мели, при ямке мели, коряжники. Ну и надеюсь, что она нас сегодня порадует. На места, конечно, живописнейшие. При этом пока что у нас лес вот такой, дубы, орешник. А выше, как я понимаю, уже будет настоящий сосновый бор. И начну я с воблеров. Но вода, конечно, мутновата. Конечно, плохо, что вода мутновата. Опять поклёвка была. О, у меня тоже был выход шнурка. У Виталия уже два выхода. У меня сейчас тоже был выход, небольшой шнурок. Снова не выходит. Но пока утро, она, видимо, не особо активная. Только выходит, мажет. Ну, она есть. Ну, буквально с первых точек атаки это классно. При том, что ещё утро. Что же будет дальше? Нет, в таких местах, видимо, смысла нет кидать. Она отсюда уже ушла. Все поклёвки были с глубины. Ох, красота. И вот этот берег самочащий. Ох, красота. Вот ради этого я и хотел сюда приехать. Ради вот этих пейзажей. Даже не ради рыбы. Не ради поклёвок. Ах ты, блин. Там слишком жёстко для воблера, походу. А то надо джиг зарядить. Да, вот что значит дикая река. Ни одной тропинки. Кроме бобров. Ну, теперь после тебя есть тропинка. Я по ней пойду. Но надо искать ему та. Пока что мелко. Всё-таки уже октябрь. Звериная. Ну, из бобры, видишь, хватит ковнику сюда. Такие места тоже можно проверять. Сужение реки, коряжки. Струя. Ну, а пока тишина. Места классные. Формат реки изменился. Уже прям такая микроречка пошла. Но по рыбе пока. Не особо. Ну, вот и первое. Наджиг. Ну, совсем шнурок. Смотри какой. При этом обстрим. Были ещё поклёвки. Судя по всему, окунь на резину. Попробуем маленьким облерочком. Ну, у Вани было две поклёвки. У меня ещё одна была. Ну, отдай этого, которая. На резину. Воблер пока не берёт. Ну, место прям классное. Заводь, коряги. Ещё и струя. И приямок самое главное. Есть прям всё. Опоклёвка-то какая была. Ещё и промахнулся. Поклёвка была, что ли? Ну, окуни стоят, походу. Есть, ребят. Ещё одна рыбка. Но опять не щука. В этот раз вот такой вот... Ну, для такой речки даже можно сказать... Неплохой окунёк. Четыре дюйма. В шахту. Вот так вот. Такое место прям. Коряги. Приямок. Должна щука стоять. Но попался окунь. И окунь такой жадный. Такое ощущение, что щука просто неактивна ещё. Ну, опять шнурок. С первого заброса сразу. Только встал на точку. Где мамани-то местные? Дикие. Вот этот переказ уже жгол. Ага. В скорях не было вообще. Крупный щука стоял, да? Такой прям слив с мелика. Ещё-ка стояло, да? Вот классика, конечно. Так, конечно, тем маленькие речки прикольно. Они каждый год новые. Ты приезжаешь, и всё меняется. Ну, клюёт с подхода в основном, видишь. Попадаешь по направлению, где стоит щука, сразу поклёвка. Мне кажется, цвет не важен. Я говорю, походу, сначала с утра, сейчас будет лучше работать джиг. А воблера может быть на обратном пути. У тебя какой будет? Два грамма. Тут больше ты не надо. В этот вообще веришь? Ну, конечно. Ещё бы. Ну, размер нормальный, да? Конечно. И окунь будет клевать. У меня на 3,75 или сколько она там? Около 4 дюймов. В заглот. В шахту. Окунёк 100 граммовый. Два грамма. Да, сейчас. Это у меня. От 4. Блин, какая красота, посмотри. Просто обалдеть. Такие завалы. Это как моя любимая маленькая речка лесная. Только побольше. А пейзажи такие же. Два грамма тоже. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как везде Активно рыба клюет А остальной пофигу Слабенькая-слабенькая поклевка смеляка Опять шнурок чуть побольше Ну это уже хоть какой-то размер Полки ложка Граммов наверное 450 Да на розовый смеляка Легкая-легкая поклевочка Даже не понял сначала Решил подсечь Она Полкило Но при этом берет активно Заглатывает прям Если уж поклевка С реализацией то в шахту Как-то странно Поклевок немного Они не сильные особо Но очень уверенные Ну он бель Елец Быстрянка Прям с ямы Ну-ну-ну Какая борзая Во Это еще побольше И смотри-ка Она битая Ее какая тут маманя драла Но это уже граммов 700 Прямо с ямы Видишь не надо быстро покидать точки Стоит задержаться Ну Даже можно завесить Ради интереса Для такой реки Чучка нормальная Прямалка с крючками Сейчас бы не пороться Пока весы еще Где-то там Ну Так Либра Либра Не надо Вот два раза больше покажет Килограмма Стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой Стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой прикольная ямка три поклевки две щуки решил поставить резину покрупнее грузик побольше 2 грамма здесь конечно висит очень долго поставил 4 и реплику на гамблер ну или саламуру это взяла прям с ямы 2 наш терпун сколько висит попробовать составник поставить в таких местах покидать о виталий тоже смотри по мелке ложная тоже да попробуем состав не чок сюда прям поинтереснее стало я две поймал витали одну и размер уже побольше и поклевок побольше гораздо интереснее ну вот и начинается самая красота дубы закончились начинаются сосны ели березы мы зашли в самую дикую часть а дальше будет еще глушек здесь вокруг сплошной лес настоящая тайга наша местная средний полосы конечно не такая тайга как сибири или в карелии но для нас это уже некий аналог в плане тишины отсутствие людей ну и пейзажа каждый новый поворот новая картина еще бы было не так жарко сегодня был вообще хорошо прием кто же корешка сразу глубина хорошая опа поклевка научить приемок сразу под клюет и походу окунь опять он тут какой-то вообще жадный озверелый на крупную резину кидается опа это кто был о чуренок мелькает мелькает эх дурной поход данок прям шел каждый поворот новый пейзаж и прям давай перекусим давай найдем живописное место он давай на том пляже на той стороне сядем под соснами и перекусим глубоковато здесь будет похоже или нормально нормально да действительно каждый поворот новая картина просто обалденно как я давно хотел на такую речку жалко что моя лесная маленькая вся обмелела пересохла в этом году чуть и почти что нету на другие речки которые полевые либо с кустарником зарослями они мне не доставляют такого эстетического удовольствия даже если щука клюет хотелось именно вот этого глухой лес хвоя чистая вода песок чтобы душа радовалась и даже бог с ними с поклевками просто прогулка очень классно мы сейчас здесь мы перекусим и пойдем дальше данном перекусить давай поешь потом половишь на поймаешь что еще а вот это ребят заначка то ли белки то ли какой-то мышки кукуруза видимо с кормушек для кабанов для лосей натаскала спрятала здесь была еще одна палка и отломил и пожалуйста вот такая заначка ну она что-то такая средняя ну на ясно точно хватит изук 3 по на на 4 для маленьких побольше таких ну что мы покушали рыбы тоже может быть начнет пускай частности да 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 у которых я поймал 800 грамм то на сытенькая было что-то не там был внутри уже круглая то ликра уже мне тут зародилась только вот наелся что-то было непонятно окунек опять походу в 1 тоже был что не понял вот у меня тоже непонятно походу очередной поворот и очередная такая же великолепная просто картина как же здесь классно просто вообще не передаваемо жалко что камера не передает не красок не эмоций только одной печали то что дни короткие и скоро надо будет уже идти в обратную сторону окунь что ли опять время у нас потихоньку выходит движемся обратно встал на ту точку где поймал самого большого окуня грамм на 100 посмотрим может после обеда кто-то жил на этих точках не понял что это было такое ощущение что подтяжка на паузе был какой-то контакт непонятным на паузе джек вот не берет она облера мажет он витали уже три промаха одну подержал даже да сам большой до что-то комарья прям еще больше стал комарья все больше и больше облеплять начинает озверелые последние попалась на углерок все смотри на шнурил какой-то но все-таки попался составничок все-таки сработал три не гидовский ну 300 грамм на рыбку не совсем это у меня сегодня первая которая попала по воблеру были либо промахи либо . появится с радостью его прям запулил куда не надо я составник поставил маленький 70 вот попала а на сотки на 80 даже на простые только мазал ну сейчас у спендер как раз пауза получается хорошие ну в общем все ребят вечереет и решаем и заканчивал походили мы сегодня нормально рыбу все-таки поймали какую-то мы все выходим на дорогу идем к машине и домой но сюда приедем обязательно еще место классное потенциал есть просто сегодня не попали жарко щука не активная поклевок немного и много промахов но в общем все друзья на сегодня наша прогулка по этой замечательной маленькой речке подошла к концу было у нас на всех наверное поклевок около 20 но поймали наверное чуть меньше десятка щук и два или три окуня то есть и реализация была такая посредственная особенно по воблерам почему-то щука просто мазала выходила провожала виталий даже да как на лежачий воблер да просто вышла просто стоял воблер именно секунд пять она просто выскочила и все равно промахнулась активности явно нету явно жара то есть 20 градусов октябрь но есть как есть главное мы погуляли разведали речку на которые давно хотели побывать все-таки получили какие-то поклевки насладились пейзажами река просто замечательно красивая сосновые бары березовые рощи дубовые рощи кустарник повороты вот эти мели приемки в общем просто вот то что надо то есть самая моя любимая река мой самый любимый формат то чего мне хотелось после бесконечных поездок на клязьму всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на мой канал также подписывайтесь на канал виталия ссылка будет в описании он тоже ведет свой рыболовный канал у него будет сегодняшняя рыбалка с его точки зрения как у него весь процесс сегодня происходил хорошо сопротивляется не нормально такая под килограмм можете больше мы сегодня рыбу отпускали но без улова возвращаться не хотелось и вместо рыбы я сегодня немножко собрал себе грибов маховики маслята один гриб синяк польские грибы попался даже один белый но гнилой козлики в общем такая кучка для хорошей жарешки ну все друзья мы отчаливаем домой всем пока